Экспозиция этого зала раскрывает тему «Традиционное жилище и утвер Альянска-Венков начала XX века». Основным традиционным жилищем является переносной круглый плане конусообразный чум. Клостов чума для каркаса состоит из трех вершины закрепленных больших массивных жердей, которые ставят потом, на него втыкаются, присоединяются. От 30 до 40 шестов длиной до 6 метров. В плане бывает 6-8 в диаметре, могут там 2-3 семьи находиться. После установления остова, каркаса, ставится очарочный станок над очагом. Горизонтальная планка, которая закрепляется с одной стороны на вертикально поставленные. 6 называется чумкой, а горизонтальная планка 6, короткая, называется векоптином. С другой, с одной стороны, закрепляется к жердю, к шесту чума. Все должно быть быстро, должно сниматься, быстро устанавливаться, и в основном он закрепляется петлей, такими веревками, петлей. Называется чемкобыта. На горизонтальной планке и кептин вешаются вот такие крюки для подвешивания котлов и чайников. В центре здесь разжигается огонь, это называется ран, очаг, и дым уходит через дымоход отверстия. Покрышка чума состоит из двух или трех частей. В нильной части покрышек бывает две трапециевидных покрышек, которые называются джетуа, а верхней бывает одна покрышка в неке. Еще дымоход закрывается вот тоже покрышкой, одной покрышкой. Для изготовления покрышек чума вот нужно производить выделку от 25 до 40 шкур. Это делается летняя покрышка, шьются, изготовляется, есть ровдугы изготовленные, а зимой закрывается. Это из покрышек, из выделенных шкур, постриженных шерсти. Таким образом, конусобразный чум представляет незаменимое жилище для кочевого народа, который ведет кочевой образ жизни. Также очаженные предметы, утварь, входит в приспособление, различные изделия. Например, для вытаскивания мяса, вареного мяса из котла, используется вот такой железный курюк, называется урубин. Для переворачивания лепешек, лагерь, это называется вот такой лампака, называется, в приспособлении. Для захвата сковороды используется вот так называемый изделий, называется вытарча. Вот эти очаженные необходимые предметы для ведения вот кочевого образования, туры, чума. Так, есть, вот здесь показывает схема расположения мест чумы, урася. Ну, здесь чум называется урага, как у якутов. Вход бывает из востока, с восточной стороны, посередине, вот, разводный огонь, который называется арам, очаг. Так, женская половина, хозяйственная половина, это вот слева от очага, а мужская половина, вместо хозяина, направо, на правой стороне. А гости, они располагаются, зайдя в чум, на почетное место, которое на Кеталрин, напротив входа за очагом. Ага, скажем, рассмотрение, вот, которое строго, вот, которое во все времена, из деревьев, из состарены, вот, он руководствуется этими. Так, вот, на этой фотографии, вот, вечером, вот, собираются оленеводы, угу, или охотники, которые после дневных забот, работы, есть, вот, только вечером, они, вот, принимают, вот, такую пищу. Вот, на специальных, маленьких, вот, таких, угу, столиков, с короткими, такими, угу, столиков с ножками. Утвер, в основном, в конце 19-го, начала 20-го века, была медной. В основном, были большие котлы, которые делали, изготовляли якутские кузнецы, и обменивали, продавали здесь, на пашинину, на ровдуг, или на рыбу, на мясо, оленину. Также покупали, они еще обменивали, тоже путем обмена или продажи, они приобретали, вот, такие чайники, вот, например, чайники с красной меди, вот, такие маленькие котелки, вот, такие приспособления, амотан, как называется это, вот, такая медная чаша для доения, с ручкой для доения, угу, вот, варженьки для оленя. Также имеются, вот, такие медные тазы, которые для, в основном, изготовленные, угу, в мастерских или фабриках, пабричное производство. Вот, большая сковорода, железная сковорода, которая для, угу, чтобы испечь, то есть лепешка или оладьи. Богатые имели самовары, тульские, они приобретали, угу, такие тульские самовары, изготовленные, вот, вот, на фабриках Баташовых, Лялиных, Дегтяревых, которые имели очень престижное значение для Володелса. наряду с медной утварью или покупанной фаянсовых посуд или самоваром быту использовались и изделия из бересты и из дерева. Например, большие вот ложки сделанные из дерева, они называются икепче. а по-якутски хам ехат. Также вот эта так называемая чаша, деревенная чаша, которая тоже была в ходу у вольновских венков. Все же путем обмена они из Якутии, из якутов брали вот такие берестыные такие изделия. Для сбора ягод использовали биток из бересты голубей какую я был называть. так же были у них были мутовки, чтобы использовать для разных целей. Для утилизации трубчатых костей, для дальнейшей вываривания жира используется вот этот булыжник называется дретас, который выдерживает удары попором на него. Вот. После употребления пищи, трубчатые кости и другие кости они сохраняли и возили с собой. И потом весеннее время, теплое время, они раздрабляли эти кости топором на этот булыжник и потом борели в котле и тополёный жир собирали в специальную ёмкость, которая была сделана из желудка оленя. И называется этот высушенный насеченный желудок вот перед вами кутуя. Вот здесь хранили вот как мы сказали тополёный олень жир, а также можно рыбий жир, вытапливанный вытапливанный рыбий жир, можно и кровь хранить, и потом его можно употребить пищу. Потом его отверстие воды. А? Гусиная вода. Ага. Вот тоже. Народи использованы для разрывления костей, также используется этот камень ступа для толчения порошок вот это высушенное, сушеное мясо или рыбу, юколу, так называемый порошок из сушеного мяса называется сеньте, а из сушеной рыбы юкола, называется борса, таким мордом вот как для дальнейшее консервирование вяленого и чего сушеного мяса и рыбы использовались. Редактор субтитров Корректор субтитров